Добрый день дорогие друзья, в этом видеоролике я познакомлю вас с судьбой и творчеством советской актрисы кино и дубляжа Зои Федоровой, заслуженной артистки РСФСР. Зоя Федорова родилась 21 декабря 1907 года в Петербурге, в семье рабочего и домохозяйки. В 1918 году семья переехала в Москву, где ее отцу предложили работу начальника паспортной службы Кремля. Еще в школьные годы Зоя занималась в драмкружке и мечтала стать актрисой, однако по настоянию родителей после окончания школы пошла работать счетчицей в гострах. В 1928 году она поступила в театральное училище, которым руководил Юрий Завадский, а после его закрытия продолжила учебу в училище при Московском театре революции, которое закончила в 1934 году. В этом же году она вышла замуж за кинооператора Рапопорта, брак с которым продлился до 1939 года. После расставания с Рапопортом встречалась с летчиком Иваном Клещевым, который погиб на фронте в 1942 году. Будучи студенткой, она снялась в фильме Встречной, однако ее роль не вошла в окончательную версию картины, поэтому официальным дебютом актрисы в кино считается фильм Гармонь. Всесоюзная популярность к ней пришла в 1936 году после исполнения одной из главных ролей в фильме Подруги. Даже арест отца в 1938 году по сфабрикованному обвинению не смог повредить блестящей карьере актрисы, она продолжала играть главные роли в фильмах. С 1932 года Зоя Федорова, актриса киностудии Ленфильм. В 1941-1945 годах вела концертную деятельность на фронте. С 1946 по 1955 годы была незаконно репрессирована. С 1956 года, актриса театра-студии киноактера в Москве. Актриса снялась более чем в ста фильмах, самые известные ее работы были в лентах «Подруги», «Музыкальная история». Это случилось в милиции. «Ой, товарищ Сазонов, да чего ж вы надоели с вашей писаниной? У меня две чердачные кражи, три хулиганства, буквально нет ни одной минуты. Кажется, не маленькой, товарищ майор. Материалы по гражданскому родственку с утра надо сдавать». Пропало лето, фронтовые подруги, свадьба в Малиновке. «Прошу, извините. Я человек бывалый, танцую, много песен знаю». «А какие песни вы знаете?» «Разные». «Жених с того света, дело пёстрых, взрослые дети». «Розовый, Толик, это жречайший случай. В обществе просто будет сенсация. Татьяна Ивановна Королёва вывела розовую каррифанту. Ну посмотри, какая прелесть». Девушка без адреса. Дайте жалобную книгу «Алые паруса». «Вместо того, чтобы повторить неправильные глаголы, вы как вор забрались на чердак. И занимаетесь здесь, бог знает...» Внимание, черепаха. Операции и другие приключения Шулика врача вызывали. «А я считаю, доктор, что мне необходим вот этот рецепт. Характер моего заболевания, безусловно, эндокринт». «Москва слезам не верит». «Хеллоу, общежитие слушает». В 1945 году она познакомилась с американским дипломатом Джексоном Тейтом, от которого 18 января 1946 года родила дочь Викторию, Тейт к тому времени по требованию советского правительства уже покинул СССР, не зная о беременности Федоровой. Пытаясь скрыть факт рождения ребенка от иностранца, актриса спешно вышла замуж за композитора Александра Рязанова, с оркестром которого выступала в начале 1940-х годов. Однако 27 декабря 1946 года Зоя Федорова была арестована и приговорена за шпионаж к 25 годам лагерей усиленного режима. Сначала ее содержали в Челябинской тюрьме, затем перевели в знаменитую Владимирку, закрытую тюрьму во Владимире. Там она какое-то время сидела в одной камере с певицей Лидией Руслановой. Однажды Федоровой передали коротенькую записку от сестры Александры, это было первое послание с воли, которое она получила, и Федорова воспряла духом. Главное, она узнала, что ее дочка жива, с нею все в порядке. С 1947 года ее дочь Виктория Федорова жила в ссылке в селе Полудино на севере Казахстана вместе с сестрой Зоей Александрой и ее детьми Ниной и Юрой. Зоя Федорова вышла на свободу в 1955 году, 23 февраля того же года воссоединилась с дочерью Викторией и вскоре вернулась в кино. В 1960-е и 1970-е годы она продолжала много сниматься, преимущественно в небольших характерных ролях. Летом 1959 года Федорова впервые за долгие годы решила узнать о судьбе Джексона Тейта, на эти поиски ушло немало времени. Но Тейт не проявил сильного порыва увидеть ни свою бывшую возлюбленную, ни родную дочь. Объяснить это было просто, к тому времени Тейту было далеко за 60, у него была семья, а свою дочь от русской женщины он никогда не видел. Но Федорова этого не знала и с нетерпением ждала новостей. И вот осенью 1973 года пришло долгожданное письмо от Джексона Тейта, в котором он просил у двух дорогих ему женщин прощения за то, что стал невольным виновником постигших их Бет. Виктория загорелась желанием увидеть отца. Так началась почти двухлетняя эпопея с ее отъездом в США. В 1976 году Зое Федоровой разрешили побывать в США, где она снова встретилась с Джексоном Тейтом. После смерти Тейта в 1978 году она еще дважды приезжала в США к дочери, эмигрировавшей в 1975 году, а затем начала собирать документы для выезда туда на постоянное место жительства, которому помешало ее убийство. 11 декабря 1981 года актриса была убита выстрелом в затылок из немецкого пистолета в своей трехкомнатной квартире по Кутузовскому проспекту. Убийство до сих пор не раскрыто, следствием прорабатывалась ее возможная причастность к так называемой бриллиантовой мафии, но никаких подобных фактов выявлено не было, по другой версии, это убийство было организовано КГБ. По мотивам убийства Юлиан Семенов написал роман «Тайна Кутузовского проспекта». Зоя Федорова — лауреат двух сталинских премий второй степени за фильмы «Музыкальная история» и «Фронтовые подруги». Лауреат премии третьего всесоюзного кинофестиваля за лучший комедийный ансамбль в фильме «Свадьба в Малиновке». Дорогие друзья, большое спасибо вам за поддержку, лайки и комментарии. Я надеюсь, что вам понравилось видео и вы получили удовольствие от просмотра. Желаю вам благополучия, удачи и душевного спокойствия. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова